Кинейская мигрантка и домработница Вероника Маге никогда не думала, что однажды станет моделью в чужой стране. Но сейчас позирует в красивых нарядах перед фотокамерой в Бейруте. Девушку наняла Джу Фавиани – мигрантка из Камеруна и основательница модного бренда. Её наряды также демонстрирует Миша Алис, она тоже из Камеруна. Женщины приехали в Ливан, воспользовавшись арабской системой найма Кафала. Правозащитники называют её новой формой рабства. За мигрантов отвечает нанявший их человек. Он может забрать паспорт, лишить работника отдыха и вообще личной жизни. «Я оказалась в Ливане и стала уборщицей. Здесь столкнулась со множеством злоупотреблений. Я прошла через такое, о чём мне нелегко вспоминать. Нет права на жизнь, как у всех остальных. Словно попадаешь в тюрьму, и тобой управляют. Жизнь больше не принадлежит полностью тебе. Но мы часто говорим, если попал в беду, не жалуйся, а просто ищи выход». Джуфа нашла такой выход, став модельером. Когда-то мечтала обучаться этой профессии в Париже, но не получилось. Помогли знания, полученные в юности в Камеруне. Теперь создаёт разнообразные наряды из африканских тканей. «Работа с этой тканью позволяет мне соприкоснуться со своей культурой и родиной, с праздниками, которые бывают у нас в Африке, в Камеруне». Дизайнер основала бренд Виане де Марсо два года назад. Дела пошли так хорошо, что она может давать работу другим мигрантам. «Удивительно видеть такое, особенно когда женщина, пережившая угнетение и страдания, создала что-то значимое, например, свой бренд. Такие люди выражают себя с помощью не только слов, но и творчества». Ну а модельер надеется рассказать свою историю всему миру и прославить родную культуру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова